На втором пленуме Совета Брестского областного объединения профсоюзов обсуждался главный вопрос – ход выполнения программы деятельности Федерации профсоюзов Беларуси на 2020-2025 годы и реализация решений третьего пленума Федерации профсоюзов Беларуси в Брестской области. В своем докладе председатель областного объединения профсоюзов Николай Шум обозначил ключевые направления работы – защита трудовых и социально-экономических прав трудящихся, охрана труда, а также создание новых первичных профсоюзных организаций. Важное направление – правовая защита тех трудящих, которые нуждаются, работают наши правовые инспекторы. Занимаемся вопросами охраны труда – это тоже очень важное для нас направление. Ну и сейчас мы активно ведем работу по мониторингу цен на различные товары, на товары первой необходимости, на медицинские препараты, выполняем роль народного контроля. И здесь наши права и возможности, мы надеемся, будут скоро расширены. На уровне государства принимаются соответствующие или рассматриваются сейчас соответствующие нормативные документы. Важным направлением является и работа профсоюзов с социальными партнерами, органами власти и нанимателями. Все стороны заинтересованы в оказании льгот для определенных категорий людей. Наиболее актуальной сейчас стоит вопрос сохранения рабочих мест. Волнует этот вопрос и коллектив Малорицкого консервно-овощесушительного комбината. Это современное, оснащенное уникальным оборудованием многопрофильное предприятие, активно работающее уже 65 лет. Широкий ассортимент товаров, которого высоко ценится среди белорусских покупателей, так и за рубежом. Его гордость – детское питание «Топтышка», давно полюбившееся малышам и мамам нескольких поколений. Как заявляют представители профсоюзов агропромышленного комплекса, для них наиболее важно сейчас сохранить все рабочие места, а значит стабильность на предприятии. Мы стабильно работающие предприятия. И знаете, как ввиду всех событий, которые происходят вокруг нас, мы не хотим потерять эту стабильность. Сегодня на нашем комбинате работает 218 человек. Это моя первичка, это мои люди, которых я очень люблю. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация привела к росту вынужденной неполной занятости граждан. Профсоюзы Брещины предприняли различные меры по решению этих вопросов, обеспечивали работников различными средствами индивидуальной защиты, юристы оказывали им необходимую консультативную правовую помощь. Доминирующим стал вопрос оказания материальной помощи. В общей сложности за 2020 и первый квартал 2021 года профсоюзами области направлено более 3 миллионов рублей на поддержку как членов профсоюза, так и организаций. В 2019 году мы не побоялись и ввели профсоюзный взнос для наших обучающихся в размере 3%. И ни один студент не сказал нам, что это делать не надо. И сегодня, благодаря этому взносу, мы можем реализовывать многочисленные проекты и мероприятия под эгидой Федерации профсоюза Беларуси, ну и наши собственные мероприятия. В рамках текущей ситуации, связанной с эпид-обстановкой в регионе и в стране, мы в прошлом году инициировали акцию приобретения и доставки совместно с сетью магазинов Еврооп продуктовых наборов тем студентов, которые находились на самоизоляции в общежитиях, ну и с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. В ходе пленума выступающие обратили внимание не только на положительные моменты, но и на проблемные аспекты в работе. Контрактная форма найма, вопрос соблюдения законодательства об охране труда на предприятиях.